Азербайджан Он также отметил, что в течение года будет создан союз Азербайджан, Турция и Грузия. Я даю слово на отсечение, что в течение года-двух будет образован формально или неформально союз Азербайджан, Турция, Грузия. Армения и несчастная российская база с миротворцами будет зажата в этой истории всей. Армению будет демократизировать очень сильно. Пашиняну сейчас Турция и Азербайджан очень сильно помогают. Все говорили, что хунта снимет Пашиняна. Пашиняна с утра арестовал всех лидеров оппозиционной партии и поснимал там главслужб безопасности. Там тяжелейший кризис, но охране Пашиняна дали команду стрелять. Выдали даже гранатомет с утра по некоторым данным. Поэтому я думаю, что Пашиняна победит. Армяне, вот рассказываешь, что все армяне надулись на Арестовича страшное, ничего подобного. Полно нормальных, трезвых, разумных армян везде. И в Армении, и за границей, с которыми я общаюсь, и которые говорят. Нам этот Карабахский клан с его российскими прокоррупционерами вот здесь сидит. Которые за наш счет реализуют свои представления о легенде про Великую Армению. И так далее. 8, 86. Вот интересно. 122 человека, депутата в парламенте Армении. Из них 88 партия Пашиняна. И общество примерно так же поделено. Говорит. Три четверти общества, ну две трети не меньше, за демократическую, свободную Армению, как открытое общество. Армянская диаспора за это. А то, что лютуют отдельные товарищи, которые за позиции, там, в Великой Армении и так далее, и так далее. Но их сейчас, эта война сильно маргинализировала. А Пашиняна обстрижут голову. А мог бы он это делать, если бы Россия поддержала своих коррупционеров и партию войны? Или Турция и Азербайджан не помогали бы, или Грузия, Пашиняна. Или Европа. Если бы, я бы сказал, когда Россия победила. Знаете, когда? Когда сняли бы Пашиняна. А победили оппозиционеры. Близко такого нет. Пока, во всяком случае, может так и будет. Но пока нет. Побеждает Пашиняна. Человек, победивший в результате Бархатной революции. И ему помогают его противники. Турция и Азербайджан. ЕС и НАТО. США. И вот тут слабость России. Более того, Россия играет на эту мельницу. Потому что снимают ее люди и службы безопасности. Более того, информационный вектор развернулся так, что у армяне, и в том числе и коррупционеры, и промосковские, и партия войны уже сильно обвиняют Россию в поражении. Вон, а как получилось. Так кто же победил? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok